Карьера или семья? Вопрос, который чаще всего задают женщинам. Если выбрать первое, то на вас повесит ярлык «карьеристка», второе назовут домохозяйкой. Получается, обществу никак не угодить. Век достигаторства мы ставим демографические антирекорды. Связано ли это с новым видением мира или молодежь не хочет повторять ошибки своих родителей? Устроим разбор полетов и подробно исследуем тему. С вами Влада Мумедова и мы начинаем. Молодые россиянки прежде всего нацелены на карьеру, а не на создание семьи. Об этом заявил генеральный директор в ЦИОМ Константин Абрамов. Он подчеркнул, что нежелание строить семью продиктовано идеологией потребительства. Да, мир меняется и мы вместе с ним. И если раньше было устойчивой нормой охранять семейный очаг, то сейчас к этому очагу прилагается еще работа с 9 до 6, самореализация и карьерный рост. И в этом графике родить пятерых-шестерых детей, наверное, сложно. Женщины чаще останавливаются на двоих. По данным Росстата, в первые шесть месяцев 2024 года в стране родились 599 600 детей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2023. Отмечается, что такие показатели последний раз фиксировали после дефолта в 1998 году. При этом в июне текущего года рождаемость в России снизилась еще на 6%, до 98 600 детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч. Демограф Алексей Ракша заявил, что в стране действительно появляется на свет самое низкое число младенцев за последние 230 лет. То есть мы ставим антирекорд со времен царской России. Да, в те времена в семьях было по 10 детей и каждый потенциальный помощник по дому. Сейчас детей заводят немного из других побуждений. Но и уровень жизни стал получше, чем в царской России. В стране есть инфраструктура для увеличения рождаемости. Понятно, что нянечек не хватает. Надо для них делать какие-то факультеты или институты. Если мы хотим увеличить рождаемость процентов на 15, то нужно увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка до примерно полутора-двух миллионов. Эксперты прогнозируют низкую рождаемость до 2030 года. Почему так сложилось? Путем нехитрых рассуждений мы приходим к выводу, что сейчас семьи заводят те самые дети 90-х, которые появились на свет во время исторического минимума. Я сама родилась в 94-м году и всегда слышала рассказы родителей о том, что в такое тяжелое время люди думали, как прокормить себя, свои семьи. 10 лет потрясений. Детство детей 90-х пришлось на развал союза, забастовки, дефолт, военные конфликты. Конечно, такие события наложили свой отпечаток на формировании бессознательных установок и воспитании. Поколение миллениала выросло не агрессивным, осторожным, привыкшим рассчитывать только на себя. Человек стал уже прислушиваться к себе, а не к тому, чтобы говорило раньше общество и навязывали как бы те окружающие, с которыми ты рос. Теперь ты выбираешь уже сам. И вот эта концепция, которая меняется у молодого поколения, желание прислушаться к себе. Вот коучеры очень часто сейчас стали говорить, да, это твое желание или это общественное желание. И вот это изменение как бы философии жизни, большей центрации на своих желаниях, на своем самоощущении, она как раз таки способствует тому, что себя реализую сначала скорее в карьере, а уже потом в семейной жизни. Если вам, как и мне, кажется, что сейчас детям нулевых 12, то мы с вами ошибаемся. Уже и это поколение готовится стать родителями. Но и они пока не спешат. Республиканская статистика. За первое полугодие 2024-го смертность не превысила рождаемость. На свет появились 3092 ребенка. В прошлом 2023 году родилось 7222 ребенка. Чтобы достичь прошлогодний показатель до нового года, в Северной Осетии должно родиться еще 4000 малышей. Ну, будем ждать статистику. Вот эти фразы «зрелое родительство», «осознанное родительство», оно на сегодняшний день убирает популярность. И оно также относится и к возрастному цензу. Как раз таки вот к 28-30 годам приходит некое понимание и осознание, почему я хочу быть родителем. То есть не только потому, что это там надо, чтобы мой род продолжился, или не только потому, что так вложили старшие, а и потому, что я уже хочу, я уже сейчас это готов сделать. Да, возможно, я не был готов 22 и 18, как предыдущее поколение. А сейчас я созрел, я осознанно подхожу к этому выбору. И здесь как раз таки про некую готовность психологическую, которая может способствовать хорошему и качественному воспитанию этих детей. Росстат, ВЦИОМ и другие исследовательские институты выдвигают свои гипотезы о том, почему в развивающейся стране снова демографический откат. Мы решили провести свое исследование. Начнем с истоков. Как в Осетии строят семьи? Например, моим родителям было 22 года, когда они решили пожениться. Сейчас как будто бы не модно так рано заводить семью. В соцсетях мы видим все больше историй о том, как важно заниматься саморазвитием, и только будучи зрелыми строить семью. Сначала на второй план уходит брак, а потом и дети. Но меняется и наше консервативное общество. Мотивации на сегодняшний день стать родителем огромное количество. И все больше вызывает уважение к родителю. То, что он не боится рожать, даже оставшись один. Причем это не про какую-то распущенность поведения. И далеко не про это, а очень часто это про какие-то трагические ситуации в жизни, где приходится именно одному родителю брать две родительские функции, быть мамой и папой. И при этом они достойно справляются. И сегодняшнее поколение, оно как раз про то, что возможно воспитать одному достойного гражданина страны, достойного представителя нации, достойного представителя своего рода. И очень большая заслуга как раз и женщин в том числе, что они не боятся родить для себя, чувствуя готовность дать ребенку то, что она может дать, хочет дать. Какие стереотипы и установки мешают людям строить семью? На первое место поставим неустойчивое финансовое положение. И тут многие, наверное, скажут, что после войны вообще был голод, а женщины рожали даже больше, чем сейчас. Но опять-таки дети были помощниками, а женщина должна рожать больше, потому что была высокая смертность среди детей. Сегодня общество рассуждает иначе. Родители не просто хотят прокормить детей, а создать им все условия для развития. А это стоит денег. Просто представьте, ребенка нужно одевать в приличную по современным меркам одежду, водить на секции к репетиторам, обустроить отдельную комнату, покупать гаджеты и желательно не хуже, чем у других. А сейчас это сделать сложнее. Инфляция сейчас не дает многим людям войти в стадию устойчивого финансового положения. Второе – нехватка квадратных метров. В современном обществе все меньше людей хотят жить с родителями. Накопить на первый взнос за квартиру сложнее. Да и съемное жилье дорожает. А еще на демографию влияют психологические факторы. Беда современного общества. Неготовность взять ответственность. Тезис «дал бог зайку даст и лужайку» уже не актуален и даже высмеивается обществом. А еще люди не готовы менять свой сложившийся жизненный уклад. Кроме того, с появлением детей жизнь мам чаще превращается в день сурка. А оказаться в круговороте однообразной рутины женщины тоже не хотят. Семья – это духовно-нравственная ценность. Давай мы вспомним слова нашего президента Владимира Владимировича Путина в послании Федеральному собранию, когда он говорит, что семья многодетная, не просто семья, многодетная семья, должна стать философией жизни общества. Вот когда в обществе это будет модно, вот когда в обществе это будет необходимо, когда общество не сверху, там, по навязыванию, будет считать семью ценностью, а когда общество само придет к осознанию, что ценнее семей ничего нет, вот тогда, мне кажется, тогда проблема сама собой начнет рассасываться. Сложно совмещать работу и воспитание детей. Часто возникает парадокс, чтобы у ребенка было все, надо работать, но тогда у него не будет самого главного – участливых родителей. Однако есть родители, которые стараются соблюдать баланс семьи и работы. Успешные мамы могут строить свой бизнес, пока дети также увлечены своей жизнью. Возможно ли это только с подросшими детьми? Быть хорошей мамой, хорошей мамой, хорошей женой – это было сложно, потому что все время занимала работа, на работе много нюансов, наверное, как и везде, ответственности очень много за туристов, за их отдых, за деньги, за большие деньги. И я даже когда с работы возвращалась домой, у меня все мысли были на работе. Ну, я могу даже по себе сказать, моим детям уже 13-11 лет, и я все откладывала, я очень хочу ребенка третьего, и я все откладывала, потому что я на тот момент, до недавнего времени, я боялась, что я не справлюсь, что у меня просядет бизнес, что если я не буду здесь, не буду вкладывать именно свою энергию, свои знания, то у меня все это просядет. Если женщина хочет, чтобы бизнес процветал, это нужна хорошая команда. Ты наберешь хорошую команду, которую можешь доверять, полностью оставлять этот бизнес, уходя в декрет, ничего не просядет. Ну и, собственно, станешь хорошей мамой, просто будешь планировать это время. Народный фронт провел свое исследование. Многие россияне хотели бы иметь больше детей. Среди главных причин отказа от рождения ребенка – общая экономическая ситуация и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Еще нет информации о мерах поддержки семей с детьми, неподходящие жилищные условия, то, что мы и отметили, а еще наличие незакрытых кредитов. В исследовании приняли участие больше 36,5 тысяч людей. Однако у Народного фронта есть свои предложения по улучшению демографической ситуации. Так, например, ввести льготы для студенческих семей. Это может быть скидка 50% на оплатное обучение в ВУЗе для студентов, в семье которых родился ребенок. Внеочередное зачисление в дошкольной образовательной организации для детей и студенческих семей – установление повышенной стипендий для студентов с детьми, оплата арендного жилья. Последнее, кстати, уже реализуется в ряде регионов страны. Я считаю, что лучше дать гарантии и уверенность в завтрашнем дне молодому человеку. Тогда у него возрастает уровень доверия государству, и он спокойно совмещает воспитание детей с обучением. Кроме того, по мнению экспертов Народного фронта, необходимо разработать дополнительные меры поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Например, программу субсидирования арендного жилья для молодых семей на период накопления первоначального ипотечного взноса. А еще теперь частью статистики станут жители новых регионов, которым тоже необходимо поднимать демографию. Большинство россиян все-таки хотели бы иметь больше детей, чем у них есть, но этому мешает ряд факторов. Ну, в основном это экономические факторы, это такие как неуверенность в завтрашнем дне, это недостаточно приемлемые жилищные условия, это какая-то ипотечная, в общем, кредитная загруженность, которая тоже мешает планировать рождение детей. И здесь Народный фронт предложил ряд мер социальной поддержки. Это в первую очередь касается студенческих семей. Ну и среди мер поддержки, конечно же, не обошлось и без улучшения жилищных условий. Это, наверное, основная все-таки причина. И здесь предлагается, например, какая-то программа по субсидированию арендного жилья на период накопления первоначального ипотечного взноса. То есть вот такие меры поддержки, они предложены. Ну, дальше уже слово за законодателями. Ситуацию с демографией обсудили на Восточном экономическом форуме. Эксперты пришли к выводу, что это скорее идеологическая проблема. Председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нина Астанина считает, что для достижения результата в 51% многодетных семей в России необходимы прорывные меры. Сейчас 20% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в семье дети необязательны, рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Он считает, что социальный разлом в наше общество внесла западная цивилизация и культура. Российский ученый Альберт Бахтизин предлагает достаточно смелое решение. Повысить рождаемость поможет массовый переезд за город. Академик предполагает доплачивать семьям, которые переезжают в села. В нашей республике реализуются проекты «Земский учитель» и «Земский доктор». Уже не первый год, но массового переселения из города мы не видим. Может, чуть позже что-то изменится. Кстати, во многих странах платят деньги за переезд из города в деревню. В Японии это миллион йен на ребенка. В странах ЕС – 3-4 тысячи евро. Но эти меры не срабатывают, потому что ехать в деревню мало кто хочет. Сумма не компенсирует недостатки. Интересной и оплачиваемой работы в селах нет. Школ и больниц нет. Россия – недонаселенная страна. Территории пустуют и требуют благоустройства. Власти не раз подчеркивали, что тема демографии – одна из ключевых в развитии страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что реализуется целый набор мер. Дело в том, что демография – это такая область, где реализуемые меры не имеют сиюминутного эффекта. Ситуация на какой-то период времени еще останется тяжелой. Но в этом направлении действительно ведется огромная работа со стороны правительства. И эта тема является действительно одним из главных приоритетов президента России. Не деньги – залог воспроизводства населения, а воспитание, морально-этические и религиозные рамки. Восприятие детей обществом как неотъемлемой части нормальности человеческой жизни. Идеи бездетности, нетрадиционных отношений, замены традиционных семейных ценностей потребительством, саморазвитием, кошечками и собачками должны исчезнуть из информационного поля на всех уровнях. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предлагает ввести налог на бездетность. По его словам, у семейных людей жизненная ситуация объективно хуже. Они нуждаются в деньгах. Он подчеркнул, что неважно, по каким причинам у пары нет потомства, люди должны платить в казну. Я представляю, сколько нелестных слов в адрес чиновника прозвучало из уст тех, кто из-за проблем со здоровьем не могут иметь детей. А их достаточно много. Диагноз «бесплодие» ставят даже молодым парням и девушкам. Конечно, есть разные методы лечения, например, экстракорпоральное оплодотворение. Важно также отметить, что есть такое понятие, как кумулятивный эффект всех попыток. То есть, если в первую попытку мы говорим про дебютативность 35-40%, то ко второй попытке уже, то есть к второй подсадке эмбриона, этот результат уже достигает примерно 60-65%. К третьей попытке мы достигаем порядка 85-90%. То есть вероятность того, что в результате эмбриона наступит беременность, к третьей попытке уже максимальная. Если уже и после третьей попытки беременность наступает, то это означает, что есть какие-то сложности, которые нужно искать, выяснять, почему не получается у пациентки забеременеть. Очень большое значение имеет возраст пациентки. Чем моложе пациентка, тем лучше результативность. ЭКО – вариант для тех, кто хочет, но не может иметь детей. Процедура доступна по полису ОМС, но когда счет идет на неделю, проводить ее необходимо срочно, платно. Но стоит это немалых денег. Опять-таки все упирается в финансы. Буквально недавно прочитала новость, что пропаганду идеологии бездетности и движения Child Free предлагают запретить в СМИ, интернете, кино и рекламе. Законопроект начали рассматривать в Госдуме, сообщил Вячеслав Володин. Документ предполагает крупные штрафы от 400 тысяч до 5 миллионов рублей. Но вернемся к сухой статистике. Демографический подъем в стране был с 2007 года, когда появился материнский капитал. Теперь его выплачивают и на первого ребенка. Парламентарии предлагают увеличить сумму маткапитала на последующих детей, чтобы стимулировать семьи. Мы смотрим все эти беспрецедентные меры по поддержке. Ну куда еще больше? Вот то, что, допустим, в регионы с совсем низкой рождаемостью до 17 миллиардов рублей, как заявил президент, будет направлено вот в этом году, что все практически социальные программы, которые работали до этого момента, они будут пролонгированы до 30-го года. То, что ипотеку там продержать на уровне 6% до 30-го года, это ведь беспрецедентные меры поддержки. И вот мне кажется, Влад, вот если пока у нас не будет вот этой уверенности в завтрашнем дне, давай платить хоть каждой семье по миллиону рублей, это никак не скажется на рождаемость. Меняется мир, общество, даже такое консервативное, как наше. Сейчас не стыдно воспитывать ребенка самостоятельно, не стыдно детей не иметь и вполне приемлемо рожать после 40. Да, государство предоставляет существенные меры поддержки малоимущим и многодетным семьям. На выплаты могут рассчитывать работающие мамочки и индивидуальные предприниматели. Но для повышения рождаемости необходимы меры более масштабные и работать нужно, как говорится, на всех фронтах. Тогда, быть может, не придется уговаривать завести третьего или четвертого ребенка. Это был разбор полетов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин